В Приморском крае в женской колонии реализуется пилотный проект по исправлению осужденных. Здесь созданы центры, которые представляют шанс оступившимся женщинам быстрее оказаться на свободе. О том, как содержится в неволе женщина, оценила сенатор от региона Людмила Толобаева. Женская колония в Горном единственная в Приморье. Места тут не пустуют, скорее наоборот, комнаты забиты под завязку. Жизнь женщин хоть и проходит за колючкой, отличается от быта в мужских зонах. Здесь осужденные стараются создать уют и хоть какой-то эстетический вид. Так серые будни становятся чуточку ярче. У нас лимит наполнения порядка тысячи человек. На сегодняшний день их содержится примерно к тысяче человек. Поэтому, да, женщины здесь содержатся с различными сроками, как от двух лет, так и есть у нас осужденные, которые содержатся сроком 16 лет. Сегодня женскую колонию инспектирует Людмила Толобаева, член Совета Федерации. В российском парламенте решили проверить состояние всех учреждений ГУФСИН, где содержатся женщины. Этим летом сенаторы обсуждали проблемы, с которыми сталкиваются осужденные в таких местах. Говорили о недостаточной занятости за колючкой, нехватке финансирования на покупку продовольствия. Но колония в Горном скорее исключение. Ведь здесь впервые в России стали применять новую систему исполнения наказаний, отказавшись от привычных отрядов. В центрах находятся сотрудники от подъема с 6 часов утра до отбоя, до 22. Сотрудники находятся в постоянном контакте с осужденными, решают их социальные и всевозможные проблемы, которые у них возникают. Гостям показывают центр номер один. Здесь облегченные условия содержания. Перевод в этот корпус нужно заслужить, ведь нахождение здесь – шаг к условно-досрочному освобождению. Примерное поведение, желание работать и оплачивать судебные иски. Некоторые отсюда даже умудряются помогать родственникам. Адаптируются уже в улучшенных условиях. То есть они не находятся в спальном расположении, где мы идем. А по телевидению они какие программы смотрят? У нас кабельная. Главное производство в 10-й колонии – швейная. Крупный цех по пошиву одежды обеспечивает работой половину заключенных. Также здесь развита и деревообработка. Женщины делают палочки для еды. Их, кстати, закупают несколько стран Азии. Трудовая адаптация – главная форма – воспитание. Основная задача всех – и власти, и исполнение наказаний, и психологов, и всех буквально людей – сделать так, чтобы люди, которые попали сюда, чтобы они вышли, когда отбудут свой срок и стали обычными гражданами. То есть социализировать их – это, конечно, нужно здесь. Новая система исправления в колонии поселка Горное уже зарекомендовала себя. Ведь женщины стали стремиться к лучшим условиям жизни даже в стесненных условиях. Специалисты уверены, что и на свободе будет то же самое. Максим Радаков, Приморье.